112 телеканал, Олександр Васильченко. Скажите, пожалуйста, кого вы видите своими партнерами? Чи президент Петро Порошенко будет вашим союзником, чи нет? Президента Петра Порошенко было достаточно более, чем нужно возможности для того, чтобы провести странные реформы. Не для имитации, не для того, чтобы получить очередной странш от МВФ, не для того, чтобы от него очередной раз отстали и меньше звонили из западных столиц, а просто для своих граждан провести реальные реформы. Я уверен, что он, я к сожалению должен констатировать, что он этот странш безнадежно упустил. Это во-первых. Во-вторых, его администрация все время моей работы в Одессе занималась грубым саботажем работы нашей администрации. Только то, чего стоит, что трое из четырех моих заместителей не назначаются, уже не назначались целых шесть месяцев. Шесть месяцев. Вы представляете что-нибудь подобное по отношению к другой администрации? Только то, чего стоит, что они начали снимать наших администраций, вот молодых, которых мы привели, и вместо них приводить со старой коррумпированной кадры. И много других вещей, что он... Поэтому, я считаю, что... А что касается того, что с кем мы будем блокироваться и связываться? Ни с кем. С народом Украины. Только. С народом Украины, с народом Украины, с народом Украины. Я политический спектр почти полностью реально прогнил. Неужели мы этого не видим? Не только политический спектр. Извините, но почти все медиа. Почти весь политический спектр. Все местные структуры. Все олигархические структуры. Кто из вас не играет в игры олигархов? Кто из вас не играет в грязные игры политикума? Кто из вас не играет в грязные игры олигархов? Я хочу сказать медиа прямо в глаза. Каждый день со всех каналов лются на нас потоки. Вчера канал Коломойского напал на меня с полного разбаха. Я очень счастлив, что Коломойский меня нападает. Не хватало, чтобы какой-то Рабинович, старый Прохинде и Коломойский меня хвалили. Вы должны себя спросить, Рабинович и Коломойский больше любят Украину, или я? Я, по-моему, единственный из украинских политиков, которые известны, которые имеют только одно гражданство, украинское. Почти все они имеют по 2-3-4 паспорта. И прекрасно знаем, какие есть игры. Сегодня я выступлю здесь, вечером посадят на этом канале этого, на том этого, на том этого, чтобы уравновесить мои заявленные силы. Да пусть сажают. Чем больше их будет, этих рож показывать на разных каналах, тем лучше люди поймут, что мы правы. Тем больше они поймут, что мы правы. И я прекрасно знаю все эти игры. Почему Коломойского канал вчера на меня были? Все очень просто. У него забирают банк, забирает группировка Порошенко. Вчера ему позвонили за администрацию президента, я все знаю, у меня есть везде свои источники. Сказали, ребята, хотите послабление, чтобы мы не забрали банк? Нападайте на Саакашвили. И он напал. Так, извините, администрация президента в основной стране. С другой стороны, олигарх играет судьбами огромной армии кладчиков Приватбанка, которая может лопнуть в любой момент вот так. А для Порошенко и его администрации важнее, чтобы они напали на Саакашвили, чем защитить сотни миллионов кладчиков Приватбанка, которые, можно еще раз говорю, лопнуть. И нормальные системы давно бы уже национализировали и взяли под охрану этих кладчиков. Но одна передача вчера ему еще купила несколько месяцев ограбления кладчиков Приватбанка. Вот так у нас все работает. Одна грязь, вылитая на меня. Оказывается, я деньги отмываю. Оказывается, у меня где-то миллионы есть. Хорошо, что Поломойский еще мне сообщил, где они есть, потому что мне деньги были бы нужны сейчас. Вот так они работают. И мы прекрасно знаем, о чем мы. Когда мы говорим о союзниках, нет у меня среди них союзников, и быть не может. Мы родились на других планетах и под другими звездами. И у меня ничего общего не может быть с Коломойским, с Рабиновичем, с Ковальчуком, с Райниным, со всеми их приспешниками, которые сидят в большом количестве с этим, как его, хамутынником и так далее. У нас, мы в свое время, благодаря руху за очищение, избавились от правительства Яценюка и от Шокина. Это движение, новое, избавиться от Верховной Рады Украины и от всей так называемой политической элиты, а на самом деле скопление барыг, которое засело во власть. Спасибо.